привет друзья сегодня 7 апреля давно я ничего не снимал сегодня праздник поэтому говорят как бы люди что сильно работать нельзя там так сильно поэтому мы сегодня особо не работаем решил съездить на тачок бакваст славику и посмотреть хотя бы потому что я еще там толком не смотрел там все занимается славик я жму еще осенью тогда помните снимал видео спрашивал у вас подарить ему тачок бакваст или нет ну все конечно же поддержали и ну за слова надо отвечать поэтому тачок я бакваст его подарил официально как бы славик об этом знает ну вам я об этом не говорил поэтому на камеру это будет только сейчас и хочу хоть хоть глянуть хоть пару семей что там творится у нас как там с расплодом потому что я все по баквасту скинув на славена чтобы он занимался ну конечно же буду я его контролировать потому что у нас планы там на тачке бакваста еще расширится и половина . будет его половина моя потому что не интересен бакваст понаблюдать за ним потому что еще не раскусил все его так сказать плюсы и минусы хотя есть уже какие-то наметочки ну и с тем хочу ему подарить вместе с баквастом вот такую книжечку брата адама это первая книга селекции генетика конечно здесь не только о селекции и генетике тут много чего интересного если хотите я вам покажу приближу не знаю вам не видно наверно содержание здесь здесь и теория разведения и практические возможность возможности в разведении и про качество которые влияют на содержание почему много-много таких интересных то есть эта книга не только селекционерам будет полезно и обычным пчеловодам которые хотят понимать что такое это розис их ну хотя бы такие понятия то есть чуть-чуть а селекции имели понятия и хочу подарить ему вот в такую вторую книжечку брата дома пчеловодстве в аббатстве бакваст и все вы принципе эти книжечки знаете многие уже их покупали многие читали и тут особо рекламировать не стоит но сейчас карантин многие сидят дома а многие просто любят читать поэтому эти книжки они не только для для теории они очень полезны для практики потому что здесь вот в этой книге например вот в содержании есть сезонные работы на пасеке то есть весна лето подготовка ну вот все то есть во вторую третья часть здесь о разведении выращивание маток короче вот такие как бы довольно таки интересные темы которые могут не знаю видно вам не видно которые многие могут подчеркнуть то есть вот это к ней довольно така уже более практическая поэтому пускай славян читает эти книжки разум бакваст щеком стал хотя эти книги друзья не не только бакваст щеком они будут полезны просто пчеловодом потому что во первых книга это источник как говорится пища для ума поэтому читать нужно все книги именно эти много ну и кстати так это уже как забегу наперед рекламка будет к те кто хочет приобрести эти книги первую и вторую часть книги скоро будет и третья часть обращайтесь татьяне контакт я оставлю под видео в в комментарии в первом закрепленном комментарии то не можно купить эту книгу стоит она 200 гривен одна книга стоит 200 гривен в принципе вот так 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 что поехали друзья к славяну посмотрим хоть пару семей бакваста ну и спросим у славика как он там перезимовал и так дальше поехали так друзья ну что мы приехали на точок вот у нас есть опознавательный знак вот такой прикольный мы с вами заходим через через так сказать черный ход почему через черный он показать точек наш как он есть это наш первый точек быстренько расскажу здесь начиная с мое пчеловодство поэтому он был пустовал поэтому мы решили сесть бакваст и поставить вот здесь у нас в прошлом году было все засеяно фацелией и в этом году словам тоже посеял фацелию ну и он кстати словам что-то делает лежаки которые мы старые старые мы не выбросили вот видите пчелки летает словам сюда мы ловили когда раев привозили сюда садили ну и потом меняли на бакваст так вот наш точек славян славян привет да я привез тебе подарки вот для в два подарка у либо хаус сюда у нас один переехал красивый а такой славка его покрасил мы его далее в прошлом году мы его не красили он стал шершавым таким и как бы теперь мы его ну не мы а славян славян покрасил есть у нас тут шестирамочники тоже пули апекс слова ну смотри короче прошлом году осенью помнишь мы я снимали видео мы просто с осенью нас не было видео я ввел спрашивал подарить тебе точек или нет ну ты знаешь я уже тебе подарил поэтому официально объявляет точек твоим ну мышь как и доварились мы будем развиваться правильно мы вот друзья там запланировали от убрали забор там будем еще ставить пчел и возможно еще будем ставить чуть-чуть туда дальше поэтому у нас в планах ну надо же надо же вернуть своей своих пчел которые слова на подарю славка короче принимает очок его тебе две книги брата адама тут ты же теперь баквастщик принимай обязательно должен прочитать здесь про селекцию обязательно чтобы понимать что такое бакваст как он и про практическое пчеловодство поэтому обязательно буду принимать экзамены экзамены чтобы знал что там написано ну и славян давай расскажем покажем как тебя я же на тебя уже практически зиму ты тут пчеловодил как тебя тут было падешь не падешь как зимовка вообще зимовка отлично падешь как бы как такого бы не не было парад вот просто смотрю тебя чуть поменьше тут фрукту объединял слабышей понятно тут друзья просто могу слова нужно сам закамливал полоски то есть практически я сюда уже не лез ну давай славянка посмотрим что нибудь покажи нам как ты тут пчеловодишь вот кстати друзья видите мы тогда делали вернее слова все слова улик как молдова в андрея бодяна мы увидели тогда с алюминиевый лист пенопластом до двойка сетчатая дно и как нормально а можешь крышечку открыть или мы вы его посмотрим просто они так давай он не зима на отводочек дает сегодня тепленько не чуть-чуть вчера у нас холодно было так что ты нам можешь рассказать какие планы молодого бакфайщика ты теперь бакфайщик так тебе же надо поступать есть в группу бакфайщиков тебе надо вступать ну правда сначала прочитать у тебя две книжки эти две книжки вот они а потом это сдать экзамены а потом поступать в группу бакфайщиков ну давай открой мне какую-нибудь нормальную шо 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 б не стыдно было ну или хотя бы среднюю я думаю думаю не будет ну давай какой-нибудь вот эту мы не будет ты хоть лицевую сетку одень шо ли то день одень бак не не ну бак вас он все равно друзья кстати по поводу бакроста чтобы то не говорил не знаю могут пробуем ну сказать что вообще не жалятся это неправда да с вами все равно пчелы они есть жало и они то есть могут и шмальнуть ну меры предосторожности должны быть всегда несмотря что ты замен за дмитушился давай ты же будешь звезда ютуба ты теперь уже официально владелец пасеки да владелец пасеки ты кстати вот видите друзья по сетке вот так же ж мы вот видите сколько не знаю видно вам не видно сколько это зимы лежит до сеткой огня сюда ну нормально как то так ну да давай разберем на улице в принципе солнышко ну плюс 13 до 14 15 без ну есть ветерочек все равно такой как бы мне так стать чтоб и не след к ну давай разбирая я вас посмотрим и покажем что тут у тебя есть корма есть как посмотрите друзья есть даже лайба фабора да шо по кормам как бафа с кормами нормально а вот пишу по покарники если ты же видел как у меня покупать с карникой больше расход кормов или меньше или все зависит от того что сколько семья ну вот это это зимний корм на но остатки корма мы что сиропом друзья закамливали сахарный сироп с холодной холодной воде так это крайняя рамочка было да ты только давай побыстрее чтоб мы тут сильно видео много не за пергова есть уже так не там друзья есть уже раз плотом смотрите я первая уже первые принципе нормально мне нравится раз не там растут то есть подожди это у нас 10 рамок и 9 уже с расплодом 1 медовая последняя предпоследняя начнем с десятой 10 медовая 9 расплод в нормале очень так тут уже полная рамка расплода и при том что уже тут выше уже вышел расход труд вот выходит пчела я вижу трутин есть друзья так ну нормально рамка расплода 10 9 8 8 полностью с расплодом ты же же ты полностью расплод да 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 давай быстрее 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 мы мы же выборочно покажем людям как бак вас себя чувствует расплод расплод от бруска до бруска здесь тоже это друзья кстати у нас томас руппель b 140 это f к ой хорошо давай давай мне нравится это уже у тебя 1 2 3 4 5 с расплодом и 5 друзья с расплодом 6 расплодом нас не стоит строит смысле не строим перемычки это же от линии много зависит так тут уже пошел расплод засерва ну засел засел перга так есть такой короче 6 рамок 6 7 6 рамок полного расплода и так и две последних кормовых броня то есть получается в 10 рамочном корпусе у нас у нас сейчас вот видишь ко мне пристала одна пчела у нас 3 с кормами 3 рамки полноценных полнометных и 7 рамок с расплода ну то есть концу апреля там надо будет расширять короче расширять надо будет совсем скоро 7 рамок расплода от до пуска до пуска практически так ну мне нравится славка свое начало пчеловодческая так 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 тут мне кто-то звонит собрался раз полгода видео снять и люди звонят а я не беру так есть такое закрывай так уж тут еще у тебя есть глянуть можно 6 а можно 6 рамочник пока ты это откроешь прорекламируем 6 рамочник все уже говорят ну хотел кай плюются уже все реклама 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 лишний друзья не бывает 6 рамочник на 300 у рамку но два корпуса 145 это есть 300 ну нормально 6 рамочник так это пакет уже это готовый пакет читаем чубы ищет кровать страшно ну круто тут на на 10 мая друзья вот смотрите это ж это ж зимовавший 6 рамочник получается 1 10 мая мы отпускаем пакеты то но если он сейчас на 7 апреля сколько там пчелы то я представляю что там будет на 1 декаду мая поэтому вы говорите реклама пускай будет реклама давай еще покажи какой-нибудь розовенький ну давай помаранчевый проверим проверим еще один вот тут уже расширяет надо там уже смотрите она покажи уже настроили все тут уже расширение надо овощину ставить короче слов выйти они крают две крайних до расплода я уже понял что тут в разрешено камеру показать но мне уже все ясно если там уже потянули принципе так ну тут расплод перга чулка летает тут расплод нормалечек а ну крайнюю крайнюю чтобы понимать и где расплод начинается средина там всегда будет расплод это и так понятно а зачем-то отсюда забирал засел полностью засеяно надо я покажу смотрите я думаю видно а как тебе слов к бакфаст по миролюбию ну вообще нормально карника лучше или хуже ну ты работаем же вместе ну как по спокойнее да конечно ты верешь наверное ты верешь короче так я понял я понял ну откуда вот давай откроем сверху нибудь уже не будем короче шоу шоу открывать люди я думаю пчелы люди давать сильные давай 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 среднюю слабую покажи слабый слабых нет она может такого быть а тут такая же самая устава там уже надо ставить рамочку тут тут вот смотри уже 8 потянули она челки челки кишкиш киш вот потянули и крайне рамочку 10 надо поставить ващину короче сейчас завтра послезавтра будет тепло не ну вчера было холодно позавчера короче завтра будет плюс 19 то это вот ващину туда уже можешь поставить завтра можешь сегодня ты смотришь пчел сегодня поставишь ващину ну вот такие дела у нас друзья у нас короче откроем мы вам секрет маленький короче мы запланировали здесь расширить тачок чуть чуть больше 100 ну хотя бы сотку сделать до слова и и что мы еще хотим и славик у этого тоже алюминиевые улей смотрите 20 . ну сидят спокойно а вот так если делать она дай ну все равно шибушные не уходят ну уходят ну прям чтобы так ну это f1 которые облетывались вот нас на непонятном каком труте то есть получается ну мамка знаменитая папка непонятно кто короче славик планирует в этом сезоне он у меня забирает мои навесные пыльцесборники да конечно apis и хочет попробовать на бакфаст пособирать пыльцу поэтому у нас есть три сушилки садочек который будет работать на пыльце и будем собирать я у себя точок на карнике перевожу полностью на дон и пыльцесборник а словен тут будет собирать навесными apix apis короче хотел сказать apis а прорекламировал этот улей apix так словен ну а что мы с троями ловим в этом году чем больше тем больше тем лучше спортивный интерес никто не отменял ну шоу классно нормально мне нравится в принципе чувствую что тачок бакфас будет надежных руках да ты меня не подведешь все принимай хозяйствуй скажи спасибо зрителям которые сказали что подари братану которые поддержали меня да ну и братану спасибо братану спасибо большое спасибо очень да еще спасибо фадееву за то что он является спонсором наших вот этих улей ульев который мы в этом году планируем скажу по секрету еще добавить и на тачок бакфаста таких ульев нам денис фадеев и алексей туманов обещали помочь ну посмотрим потому что много денег надо ну все спасибо за экскурсию за показал за то что показал как тут тебя с бакфастом а шо там два слова ты вот по по фацели те шо там фацели понравилось прошлом году а счеты меда накачал не так накачал но поддерживающий взяток был то есть тебе понравилось и в этом году ты тоже а акацию садил в этом году конечно молодец это я подкалывая славика ну что друзья с вами был славян канал фабро обязательно читая слове книжки и вы друзья не забывайте читать книги помимо бакфаста у нас еще есть то не утонести другие книги корма и кормление пчел таранова и так дальше ну и big house все друзья всем пока и и Субтитры создавал DimaTorzok